Здравствуйте! В эфире программа «Другой формат» в студии депутата областного собрания Александр Дятлов. В прошлый раз мы вас спрашивали, как вы считаете, надо ли вводить уголовную ответственность родителей и родственников вплоть до двух лет лишения свободы за физические наказания своих детей без причинения вреда здоровью и последствий? Да, надо вводить уголовную ответственность, ответило 3% опрошенных. Нет, оставить административную ответственность за данные деяния 33% опрошенных. Вообще не вмешиваться в жизнь семьи, сами разберутся 63% опрошенных. Затрудняюсь ответить 0%. Впервые за время нашей передачи все читатели сайта Ди высказали позицию без затруднений. Законопроект наши жители не поддержали. Тем не менее, на этой неделе Совет Федерации его одобрил, несмотря на позицию, которую высказала скандально известная своими инициативами член Совета Федерации, замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина. Она призывала Верхнюю Палату Парламента отклонить данный закон, поскольку, по ее мнению, он содержит антисемейные нормы. По ее мнению, принятые законодательные изменения дают возможность заводить дела по любому поводу. Ссадина, синяк у ребенка станут хорошим основанием прийти в семью с проверкой и даже возбудить уголовное дело в отношении родителей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила одобрить законопроект, но создать рабочую группу, чтобы отдельно изучить вызвавшую критику статью, поискать компромиссные варианты решений, снять те тревоги и опасения, которые высказывают сенаторы. Теперь осталось дождаться, подпишет или нет этот закон президент Российской Федерации. Он имеет право наложить на закон свое вето. На этой неделе состоялась сессия областного собрания. Одним из вопросов повестки дня было наше с Екатериной Поздеевой обращение о необходимости демонтажа отбойников на трассе Архангельс-Северодвинск в районе Листьев-Барков. Участок порядка трех километров. Основная масса народных избранников предпочла не голосовать или воздержаться, оставляя и дальше людей один на один с коридором смерти на трассе. За обращение проголосовало только 28 депутатов. Трое было против, 19 воздержалось. Семь народных избранников не голосовали совсем, решив отсидеться. Для принятия обращения необходимо было 32 голоса. Против проголосовали депутат Карташова, депутат Насонов, депутат Сохин. Активно против при этом выступали архангельский депутат Белокоровин. При этом при голосовании он воздержался. Депутат от Приморского района Юрий Сердюк, который в итоге вообще не проголосовал никак. Странная позиция. Так активно выступали против, доказывая, что отбойники ни при чем, а в итоге побоялись осуждения и не стали голосовать против. Вообще часто стала происходить ситуация, когда народные избранники, заранее не разобравшись в вопросе на сессии, мгновенно решают, что именно они прекрасно в вопросе разбираются и начинают выступать в роли вершителей судеб. А ведь этот вопрос действительно вершит судьбы. Жить людям или не жить? Мы, в свою очередь, несмотря на то, что коллеги нас не поддержали, и дальше будем добиваться решения данного вопроса. За день до сессии состоялось по нашей инициативе заседание в правительстве региона, где были найдены альтернативные решения. Это установление дополнительных камер на данных участках и обращение к Федеральному центру о выделении средств на обустройство четвертой полосы, чтобы было возможно развести два потока с помощью разделительного отбойника. А пока вопрос с выделением денег решается, мы и дальше настаиваем на демонтаже данных барьяных ограждений до момента масштабного ремонта, чтобы страшная статистика пострадавших и погибших за время, пока деньги не выделены, не пополнилась новыми жертвами. Несмотря на то, что депутаты не поддержали обращение, мы, в свою очередь, сами обратимся к министру внутренних дел Российской Федерации, генералу полиции Российской Федерации Колокольцеву, к министру транспорта Российской Федерации Соколову, к руководителю Федерального дорожного агентства Российской Федерации Старовойтову, сенаторам от Архангельской области и отправим им две тысячи обращений наших граждан. А теперь переходим к опросу. Должен ли президент воспользоваться своим правом ВЕТА на закон об уголовной ответственности родителей и родственников вплоть до двух лет лишения свободы за физические наказания своих детей без причинения вреда здоровью и последствий? И три варианта ответов. Да, нет, затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. Также на экранах телевизора вы видите наш адрес электронной почты. До свидания и всего вам доброго.